Всем привет, всем привет, ребята, всем привет! В рамках, чего у нас там, проекта CD с Копосовой дома, у нас сет-лист. Аплодисменты. Видите, у меня по заказу. Рассказываю, что такое сет-лист. Это импровизация. Суть в том, что комику дают какие-то темы, и он сходу начинает шутить. Но поскольку я сама себе не могла написать темы, иначе это была бы очень странная импровизация, я сделала что? Я заранее написала начало предложения и концовки. И поэтому у меня здесь висят вот эти вот кепки. Все не просто так. Я буду вытягивать начало-конец, миксовать в одно предложение и сходу шутить, ну или что получится, я не знаю. Будем давать мне немного времени, потому что иначе зачем мне давать много? Не получилось сразу, не получилось. Так, что еще я должна сказать про правила сет-листом? Да, то, что это юмор прямо здесь и прямо сейчас. И для скептиков, которые думают, что я заранее все написала, подготовилась, все перемиксовала и пытаюсь вас обмануть. Нет. В чем смысл для меня? Для меня самое главное это импровизация. А вот эти вот заготовки, домашние задания, они не так уж и интересны. Ну что ж, погнали, давайте пробовать первую тему. Я что-то вытягиваю. Так, вот я вытянула что-то. И вот я вытянула что-то. Собственно, я читаю. Сексуальный бомж поссорился с ГАИ. Первая тема. Сексуальный бомж поссорился с ГАИ. Ну а как не поссориться с ГАИ, если ты сексуален? Нет, не то. Давайте дальше. Сексуальный бомж поссорился с ГАИ. А не выясняли, кто из них сексуальнее. ГАИш не говорил я, бомж говорил нет я. И знаете что? Бомж был все-таки очень хорош. Поэтому ГАИ отнял у него права на коробку. Последнее право, которое было у бомжа. Так, сексуальный бомж поссорился с ГАИ. И это была самая странная ссора в мире. Машины нет, прав нет. Как он это сделал? Это все его сексуальность. Ну в общем, как-то так. Давайте дальше. Дальше, дальше, дальше. Дальше у меня идет. Артистичный дуб сдал ЕГЭ врагу. Артистичный дуб сдал ЕГЭ врагу. Я знаю, самый артистичный дуб это тот, про который писал Толстой. И он просто принес врагу текст. Войны и мира сказал по-любому. Хоть что-то он совпадет. Ладно, давайте еще раз. Артистичный дуб сдал ЕГЭ врагу. Ну потому что друг не принимал. Он говорил, ты дуб, ты тупой, уйди. А враг сказал, не верь этому человеку, ты умен, ты достоин мехмата МГУ. И дуб поступил. И теперь он доктор наук. Ладно, давайте дальше. Давайте дальше, давайте дальше. Угрюмая стриптизерша. Угрюмая стриптизерша полностью проспиртована. Угрюмая стриптизерша. Ну понимаете, потому что когда ты проспиртовываешься, нужно оставлять частичку. Потому что если ты полностью проспиртован, значит ты уже в кунсткамере. А вы же были в кунсткамере хоть раз? Вы видели, какие там все проспиртованные грустные? Потому что полностью. Вот если бы она была не полностью проспиртована, она была бы веселой. А вот еще я думаю, проспиртованная стриптизерша. То есть она в такой большой банке. И понимаете, почему грустит? Потому что в банке мало места. У нее нет возможности танцевать и раздеваться. И еще вариант. Она же проспиртована. То есть с нее уже снята одежда. И какая она стриптизерша? Угрюмая. Едем дальше. Слушайте, зрителями без вас сложно. Вот тот зритель, который у меня есть, единственный прорывался. Это мой кот. Он странно реагирует. Бывший парень, бывший парень. Давно не ел. Потому и бывший. Господи, это был разрыв. Хорошо. Бывший парень давно не ел. Вот так бывает с теми, кто меня бросает. Аппетит исчезает. Давайте еще. Бывший парень давно не ел землю. Нет, нет, это я не мужененавистник. Ладно. Бывший парень... Ну, кстати, мне кажется, лучше, чем давно не ел землю, я не способна. Бывший парень давно не ел... И слава богу, я же вообще никогда не ел. Жирная мразь. Я знаю, о чем говорю. Видите, заходит, заходит иногда, да? Так, бывший парень давно не ел. Ну, отлично пьет. Ладно. Все-таки бывший парень давно не ел землю, это лучше. Так, очень умная собака порвала пасть. Знаете, хочу я что сказать? Не такая уж она и умная. Умная собака не порвала бы. Или, нет, очень умная собака порвала пасть. Очень умная собака порвала пасть. Гиппопотаму! То есть он открыл рот, а она говорит, это я. И все тупые собаки ей поверили. Понимаете? Вот. Поэтому она и умная. Ладно. Очень умная собака порвала пасть. Порвала пасть, впихивая туда учебники. Но она же умная. Почему я поясняю? Я как будто бы не поняли. Так, ладно, еще. Очень умная собака порвала пасть. Это, я думаю, какая-нибудь почта Анатолия Вассермана. А порвала пасть, впуская огромное количество писем от фанаток. Ладно. Слушайте, а у меня уже темы кончаются. У меня, походу, последняя. Что у меня там? Странная мать. Действительно, странная мать. Странная мать самоизолировалась лентой. Каламбур. Я тут написала. Так. Странная мать самоизолировалась лентой. Да. Странная мать подходит к ребенку, говорит, ребенок. Самоизоляция. И заматывает себе все. Сначала рот, потом руки. Ну, рот, руки, ноги она уже не смогла. Ребенок говорит, ма, а как ты будешь готовить? Она. Странная мать, действительно. Странная мать самоизолировалась лентой. Да, странная мать самоизолировалась лентой. А карантину-то не было. Просто она такая мать. Я знаю, нужно уйти на пике. Подождите сейчас, что-нибудь еще мой мозг выдаст. Давай. Так, странная мать самоизолировалась лентой. Странная мать самоизолировалась лентой. Видите, я так четко говорю? Но это не помогает. Ладно, странная мать самоизолировалась лентой. Речь о супермаркете лента. Она пошла в супермаркет, и там осталось на время карантина. Блин, было бы неплохо прорекламировать ленту. Но они мне за это не оплатили. Собственно, все. На этом мои потрясающие кепки пусты. Это был сет-лист Елены Копысовой. Такой, какой он есть. Без подготовки. Что-то не получилось. Что-то могло бы и получиться. Это говорит мой кот. Ну что ж, уже завтра у нас будет новое мероприятие. В 9 вечера. Не забывайте. И самое главное, выполняйте то, что говорят все. Сидите дома. У вас есть я. У меня есть вы. И мои воздушные поцелуи совершенно безвредные. Пока!